Саша, а вот скажи-ка мне, как у вас вообще проходили концерты тогда? Когда концерты вообще начались? В 90-х или в 2000-х? Да, ну, не знаю. В 90-х знаю. В 89-м. В 89-м. Ну да, точно, ступа же в 89-м выступал. Я ходил еще один. Вообще никого не знал. ДК Металлургов. Ну, где-то нет. Блин, где Карла Маркса где-то там. ДК-строитель первый консер. ДК-строитель, да? Ну, ДК-строитель. Потом юбилей. А потом же юбилей. Как-то ступа там выступал, ДК-строитель. ДК-строитель. Ну, там фестивали. Нет, ну, все еще. Ну, я понял. Ну, там как фестивали, да, раньше проводились. Наверное, комитет, наверное, по делам молодежи этим занимался. Ну, потому что раньше сейшены так просто хрен сделаешь. Блин, там все это курировал комитет по делам молодежи, блин. Ну, и там что, тяжелый рок играли? Там не играли. А что там, плясали? Сидели вот так. Сидели на стульях. Да. То есть, такого бесовского угара, как сейчас там, то не было. Там все сидели, да. Тебе, Миша, надо хоть раз на концерт прийти, ты там шизанулся бы прям сразу. Чувак разделся, мойку снял и в трусах в одних бегал по сцене. Не по сцене, а по залу. С торчащим членом. Потом на сцене он в сильняшке там кубырялся. А второй был вообще монстр, он там похож на какого-то, я не знаю, с кино, из какого-то. Кожаное лицо. Тоже монстр. Да. Ну, а так угарно было на сейшенах, вот на тех. Ну, вообще уже запал, не тот. Ну, понятно, вы тогда молодые, всем вам казалось, что это там протест и все такое. Или так, скажи, попрыгать. Нет, тяжело попрыгать. Попрыгать, блин. А эти там кони молодые. Ну да, как-то так, блин. Ну, а чем вот сейчас жизнь отличается, блин, от того времени? Да все. Восприятием мира. То есть, ты поумнел, что ли? Нет, ну, не в том дело. Тогда речь все чувствовалась. Обострение чувств было? Ну, да. Свежее все. Ну, вот как, типа, ступо говорил про, как первый раз, там, допустим, там, мазаться, лампочка загорелась, короче, ты все пытаешься свет этот догнать. Ну, да. Вот, а сейчас уже как-то ничего и не интересно, блин. Да как-то неинтересно, блин. Ну, не, ну, сегодня, например, интересно. А завтра буду на диване лежать опять и смотреть тупо телевизор. Ну, ладно, хоть телевизор есть, а то у некоторых телевизора нет. Радио слушают. Да, радио послушаешь, там одна реклама. Особенно радио, которое, ну, такое, квартирное. Ну, да. Там всю дорогу, по-моему, обманывают каких-то старушек и пенсионеров, там, втюхивают им какие-то бальзамы, там, которые надо везде втирать, а вы будете жить вечно. Я слушаю, вот, Серебряный дождь, мне нравится, и Маяк. Слушай, Саша, а сколько стоили джинсы Levi's, вот, настоящие? Ну, нулевые? Да. Ну, рублей 200, наверное. А вот такого состояния я брал засобку. Ну, это у вас какие-то фарсовщики, да, тут? Да, Рэмбин, онноклассник, Андрюха Хиловой. А, он откуда их брал? В Польсу, что ли? Не, это случайно у него были. А, случайно? Вот такого состояния, не выбитые. Блин, классные джинсы были. Я их заносил до белого цвета. Вот. Ну, как, ну, белые. Ну, я понял, понял. До того они так стерлись. Выбил ты их все, да? На коленках рваные были. Я ходил с голубыми коленками зимой. На меня все смотрели. А теперь, посмотри, сейчас, все рваные сами ходят в татуировках, блин. Это норма. А раньше это было не норма. Да. Раньше мы с Рудиком, помню, ехали. И майки у нас были, без рукавов вот этих. Ну, в троллейбусе. Пузырьевина у нас, 07. И куда-то мы ехали в троллейбусе. Садимся, и два, два, такие, здоровых, таких, блядь, лоха, такие, на татуировке. Вон, шо, шо, ебанен твой. Ну, давай. Мы ей орудику показываем. Пойдем выходить надо. И они за нами. Ну, он, говорит, я взял бутылку так вот. Если что, прям сразу, говорит, я буду по башне бить. Ну, что-то они передумали с нами связываться. Решили, оставили эту идею, короче. Понятно. Зассали, короче. Зассали. Из-за татуировок, кстати, было. А в реке сейчас. А нахера у Агыгин на руке, блядь, было свастиком, блядь, на голову тоже. Он с ума сошел, что ли? На кера он это делал. Да, ну, с ума сошел. Он что-то, говорит, Гитлера все вызовы? Он диванный Гитлер. Агыга диванный Гитлер, блядь. Я охерел, блядь. Блядь, вообще, блядь, бесноватый. На руке свастон, блядь, и дрочит, блядь. Житель, блядь. Какой-то, блядь, вообще, непонятный фашист. Фашист дрочит. Дрочил, блядь, на фортрет великого вождя. Приобщался. Моя борьба. Майн камп. Благовый свой Майн камп.